В этом неразборчивом почерке было что-то неуловимо знакомое. Правда зеленым светом осветила мой мозг. Все это время я только и говорил, что об игре. А если слегка дернуть мышью, на экране вылезет панель с кнопками, контролирующими видео. Я был андеграундным обзорщиком с ютуба. Забавно, дальше некуда. Хуже я и придумать не мог. Нападение всего в разгаре. Повторяю, мета нападения. Перестрелка на крыше. Нужно землю, милиция. Полиция Нью-Йорка, всем стоять. Второй Алан Уэйк не за горами, но мне от этого не легче. Не то, чтобы я не любил нынешнюю Ремоди с ее мистическими историями, навеянными Твин Пиксами СЦП и любителем бокса, но все же считаю, что свои первые работы они не переплюнули и, в общем-то, скорее всего, не собираются. У них сейчас другие цели. И нет, под первыми работами я подразумеваю не гоночки, где Сэм Лэйк описание машинок писал. Я про полноценные игры этой студии. Я был персонажем компьютерной игры. Для меня первые два Макса Пэйна – это вершина того, каким мог быть шутер от третьего лица в то время. Макс Пэйн. Я обрежу тебя имя. Тоже, кстати, и про третью часть можно сказать, но это уже отдельная тема для разговора. Так в чем же секрет офигенности Макса Пэйна, спросит любопытный зритель. В этом развлекательно-образовательном видеоссе мы подвергнем скрупулезнейшему анализу нетленный оригинал этой потрясающей трилогии. Наглядно покажем, почему Сэм Лэйк гений, почему геймдизайн Макса Пэйна изменил все и как сюжет этой игры перекликается с идеями Айн Рэнд. Текст писал Иван Гнильченко. Монтажом занимался Иван Гнильченко. С микрофоном, скучным претенциозным подобием голоса, что-то начитывал, притворяясь, что ему не насрать, капитан Рацай. Записывайтесь на наши курсы по геймдизайну и 3D-моделированию. Будете как Кодзима от мира игр 3 в ряд. А мы начинаем. Извините, какое-то говно в рот попало. В общем... Солнышко, кто-нибудь дома? Кто это? Как-то раз приходит с работы мужик к своей неприличной идеалистической семье, состоящей из жены и дочери. Но вместо такого милого его сердцу воздушного замка обнаруживает лишь сдувшийся шмат резины. В нем два мертвых тела и кучка агрессивных наркоманов с переигрывающей бабкой пранкершей, как вишенкой на торте. Да, я снова поставил русскую озвучку сомнительного качества. Завязка одновременно банальная, ибо потеря семьи как старт приключений это уже даже не пошлость, это древний шершавый капролит пошлости, но достаточно простая, чтобы мы сходу понимали, что главный герой несчастен, депрессивен, хотя по внешнему виду и не скажешь, и ему нечего терять. Хорошие истории, вот действительно хорошие истории, не нужно перед мрачным событием полчаса показывать экспозицию, какой счастливой была семья Пейнов перед трагическим событием, перечеркнувшим это счастье. Чтобы еще были кат-сценки, где мы неторопливо ходим с женой по лесу, она по дороге помогает зверюшкам, вы там шутки друг другу шутите, не смешные. И только потом жену Макса забивают каким-нибудь спортивным инвентарем. А Макс такой, НЕЕТ! Там спорт. Так или иначе, такое событие не могло не сказаться на протагонисте. Он, как и Нью-Йорк вокруг него, приуныл, лицо его исказило ухмыляющееся и скрывающее внутреннюю боль гримаса, хотя, если следовать такой логике, тут у большинства есть кошмарнейшие душевные травмы. Ибо местный лицевой фотореализм, хоть и получился отличной альтернативой более традиционным и дорогим способам моделирования и анимации лиц персонажей ввиду небольшого бюджета игры и даты ее выхода, но неспособность к актерству горски простых финских разработчиков и их друзей, внешность которых и была использована для дизайна 3D-моделек и иллюстраций комиксов, дала свои побочные эффекты. И, кстати, эти самые комиксы, то и дело, отрывающие нас от увлекательного геймплея для выдачи игроку очередной горстки сюжета, они... они просто шикарные. Я был персонажем комиксов. Одновременно бюджетное и в то же время красивое и стильное решение наибольшую часть сюжета отдать в руки всплывающих статичных картинок с пузырями текста, это, наверное, лучший способ, каким можно было не просрать подачу и в то же время сэкономить на ней пару-тройку шекелей. И это только подтверждают те немногие катсцены игры, что были исполнены на движке. Мда, а тут тебе и стилистика прикольная, и картинки красивые, радость, прелесть. Если бы Макс успевал еще весь текст вовремя проговаривать, и локализаторам не пришлось бы вырезать из его речи целые предложения, чтобы в тайминге уложиться было бы вообще хорошо. Но там человек у микрофона старенький, судя по всему, проявим немного снисхождения. Жизнь была прекрасна. В воздухе висит запах свежескошенной травы из газонов. Где-то смеются и кричат дети. Интересно. Почему у молодого копа такой монотонный и старческий прокуренный голос, спросите вы? А вы думаете, он просто так вначале курить бросал? Вот это моя последняя сигарета. Да, потому что если вы не будете курить, то сможете стать такими, как мы! Итак, по сюжету проходит какое-то время, а именно года три, Макс решает перевестись в отдел по борьбе с наркотиками по двум причинам. Первая... Я наркоманов ненавижу. А вторая состоит в том, что он решил посодействовать пресечению производства некоего валькирина. Или просто В. Нового опасного наркотика, под которым и были те самые проникшие в его дом убийцы. Что за дебильное название, спросите вы, но я лишь многозначительно промолчу. Не нужно отвечать, это риторический вопрос. Итак, наш мрачный коп ушел в подполье, внедрившись в одну из наркобарыжных тусовок. Во внешнем мире за ним присматривали надежные, как швейцарские часы, информатор ПП и старый друг Макса, Алекс. И в начале основного действия Макс как раз направляется на встречу с ним в подземку. Но простая, как греча, встреча, оборачивается кровавой перестрелкой. Так как сюда наведались еще и незваные гости. И тут игра преображается, ибо в дело вступает самая сильная ее часть. Стильный, адреналиновый, не устаревающий и просто увлекательный экшоний. Я дешевле все. Шпиговать людей свинцом в этой игре особое искусство, ибо одна простая фича, а именно замедление времени, превращает и без того неплохой шутанг в настоящее, не побоюсь этого слова, взрывоопасное возбуждение. Инфернальное переживание. А прыжок в замедлении, господи, какой здесь прыжок в замедлении. Вполне вероятно, что из-за этих прыжков Макс постоянно бьется о пол и потом ходит весь в ушибах и синяках. Видимо, поэтому он и налегает на пейнкиллеры, в русской адаптации теряющие свою красивую игру слов. Лекарство на время снимет боль. Которые по совместительству являются также и хилочками, восстанавливающими хоть и не все, но значительную часть вашего здоровья. Но, конечно, не стоит сюда приплетать какой-то наркоманский посыл, это ведь всего лишь игровая услу... О-о-о-о-о-о! Но боль этого молодого человека не должна отвлекать вас от главного. Экшони здесь просто на высочайшем уровне. Я могу только представлять, как люди тогда охеревали от происходящего здесь эпика, ибо все, что здесь происходит, пытается выглядеть максимально стильно и высокохудожественно, начиная от драматичнейших анимаций смертей врагов Главный герой, кстати, умирает не менее драматично. И заканчивая тем, как здесь взрывается банальнейшая бочка с горючим. Вы посмотрите, как она подлетает. Это же верх визуализации взрывающейся бочки в компьютерных играх. А также хочу обратить внимание на то, что локации Макса Пэйна наполнены тем, о чем большинство разработчиков при производстве игр забывает. А именно мелкими крутыми деталями, которые увеличивают уровень погружения в игру и в принципе создают половину атмосферы. Я могу открыть шкафчик, включить воду в раковине, прыгнуть под поезд. Даже гильзы от пуль лежат и не исчезают, как, собственно, и трупы убитых врагов. И после особо жаркой перестрелки, знаете, порой хочется оглядеть поле боя, дабы оценить собственные труды, сложиться вдвое и начать себе сосать. Единственное, чего не хватает игре, чтобы совсем уж соответствовать шкале Джон Вушности, а как вы знаете, именно работы Джона Ву во многом и повлияли на величественный экшен Макса Пэйна, это голуби. Голубей, к сожалению, ни в одну часть не завезли. Но за Джона Ву не волнуйтесь, он не стал дожидаться, когда их завезут, и сделал свой оголтелый шутер с замедлением времени, где есть голуби и в избытке. Ставь лупито, если хочешь ролик про Стрэнгл Холд. Класс. Игра. Впусти меня, Жима! Погони я пароль. Ладно тебе. Хорошо. Джон, Джон. Как оказалось, бандюганы пришли сюда, потому что пытались грабануть банк, проникнув в его убежище через заброшенную станцию. Привет. Мы тут только что банк ограбили. Что говорит? Михаил Павлович. Какой Михаил Павлович? Терентьев. Какое совпадение, что именно здесь Максу была назначена встреча? Совпадение ли? Толя, это Сергей. Открывай. Не надо! Что? Александр. Что? Александр, вы сгоните право! Чики-пана, чики-та-на, чики-пана, чики-та-на, и Толя-на! Клапиру мы отжали! За стыговую и с бабкой! Интересно, как там Алекс добрался. Стоять! Господи, Макс! Ты меня до инфаркта доведёшь! Я тебя чуть не застрелил! АЛЕКС! 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 НЕЕЕЕТ! Я ничего не мог сделать. Он был мёртв. Это можно было понять по пустому, обвиняющему взгляду его глаз. Он на тебя что, затылком смотрит? Враги в метро, те ещё крысы. И даже тайком убивают нашего верного напарника, оставляя главного героя ещё более одиноким, чем он и так был. Из наших остался только информатор ПП. Надеюсь, он будет в порядке, он всё-таки единственный, кто знает о Максовом местоположении и о том, что он работает под прикрытием. Что означает ПП? Паршивый предатель? И что же будет делать грустный коп с тяжёлой судьбой, чтобы разобраться в этом загадочном деле? Обратиться в полицию? Устроит геноцид местной мафии наркобарыг и случайных прохожих? Первым делом он направился в лучшие места игры. Сначала самый обоссанный и маргинальный мотель в истории компьютерных игр. Он прекрасен. Макс хотел там найти мафиозного мафиозника с красивой фамилией Люпина, который это чудесное место и держит, так как именно его наш мрачный коп и заподозрил в подставе с убийством Алекса. Но вместо Люпина Макс обнаружил там Бибу и Бобу с намерением немирным. Леди и джентльмены, к нам пожаловала с щилом в заднице. В мусорной заднице. Итак, как же общаться с быдлом? Сами придумали или какого-нибудь алкаша с улицы специально пригласили. Не нужно отвечать, это риторический вопрос. Я не знаю почему, но лучшими локациями Максов Пэйна всегда были какие-нибудь обшарпанные вонючие дыры. Прям балдюш. И мало того, что они выглядят аутентично, погружения дополняют детали, рассказывающие истории, происходящие в этом месте. И я не только про то, что тут можно включить вибрацию у кроватей. Например, здесь есть номер, в котором проститутка тайком снимает на камеру, как предоставляет услуги своим клиентам для дальнейшего шантажа. Самое интересное, что по ходу продвижения по сюжету мы встречаем её, что неудивительно в процессе работы практически. И умирает она так же, как и жила, под потоком белых брызг. Ну и, естественно, нельзя не упомянуть, раз уж я заговорил о деталях, зародившуюся здесь фишку Remedy расставлять по локациям телевизоры, показывающие различной степени говнистости аниме. Не заставляйте мне произносить эти горькие слова. Миледи, я умоляю вас, я должен это знать, иначе я умру. Да, милорд, уж лучше нам обоим умереть, ибо этот позор вынести невозможно. Милорд, я ваша сестра, с которой вы остались в детстве. Да я люблю тебя! Интересно. В более поздних играх превратившееся в полноценный лайф-экшен. Иногда оно даже перекликается с судьбой самого Макса, как, например, местный Твин Пикс намекает на злого двойника главного героя, которого тот иногда видит у себя во снах. Это не я говорю с розовым фламинго. Это кто-то, кто повторяет меня до мельчайшей детали во всём, кроме одного. Это отродье зла. Любит Сэм Лайк тему злых двойников. Я бы тоже хотел себе злого двойника, чтобы его вы... А ещё всегда очень смешило, как тут все рассказывают, какая тут охренеть суровая зима, самая суровая зима в Нью-Йорке за всю историю зимы в Нью-Йорке, за последнюю тысячу лет, и народ не выходит на улицы, чтобы их в страну ОС не унесло. В аннотации на обложке упоминались скандинавские мифы о Рагнарейке. Войне, которая приведёт к концу света, и о страшной зиме, которая скуёт льдом весь мир. Конечно, это идёт на пользу атмосфере, и изящно объясняет, почему на улицах нет НПС, а если и есть, то это залысые наркоманы, они и так скоро развалятся от количества химических элементов в венах. Но, блин, тут не так уж много снега, если судить по внешнему виду локаций. Да и Макс ходит мало того, что без шапки, так ещё и куртку расстегнул, чтобы мы видели, какая у него крутая гавайская рубашка. Чтобы этот позер жопу отморозил. Вот русский мафиози Владимир Лем ходит в шапки и прекрасно себя чувствует, изучает город на своей машине со стильными номерами, и никаких планов его вы не нарушили. А может, это просто подводка к сиквелу, где Макс простужается из-за халатного выбора одежды в эту суровую погоду, и чтобы выздороветь, он должен собирать на карте Макси Колт. Будь здорово. Базиба. А может, несмотря на холод, для Макса это была очень жаркая ночка. Не каждый же день тебе в спину дышит полиция, пока ты ловишь опасных преступников, оклеветавших твое честное имя. Макс Пейн, это старший инспектор Джим Бравура. Бросайте оружие, выходите с руками за головой. А полиция Нью-Йорка известна своей изворотливостью, сообразительностью, силой, тактикой. Ладно, они даже не пытаются. Стоять! Неся хаос и разрушение в любое место, в которое он отправится, Макс наведывается в местную многоэтажку, от которой все играющие в эту игру жители Девяткина обязательно расплывутся в глупой улыбке. Ибо как же жизненно тут выглядят жилые дома? В киное-то всегда красный или синий? Здесь нас ждет невероятная погоня за Винни Ганьити, через которого Макс собирается выйти на искомого Джека Люпина. Ты что тут о себе думаешь? Ты мусор поганый! Думал, ты придешь сюда? Размахивай свои пушки! Господи! Ты меня подстрелил! Убейте его живо! С удовольствием, босс! Да кому не насрать, зачем кто и за кем гонится, погоня и так бомбическая. Отстрелянный Макс и Чайм Винни прыгает, что твой Нео, несмотря на серьезное судя по оставляемой им крови ранение, отстреливается, оставляет преграждающих нам путь миньонов и даже зайцем на поезде умудряется прокатиться. Это было время, когда кнопка прыжка в шутанах была нормой, так что наслаждаемся великолепнейшим паркуром, пока можем. Мне не хотелось выяснять, что здесь произошло. Не слишком приятное зрелище. О, это же отсылка на современный молодежный сериал. Игру в кальм... И мало того, что погоня была длинной, эффектной и изматывающей, а кровь Винни продолжала хлестать. Итогом этого действия стала перестрелка, где мы нашпиговываем нашего тощего оппонента еще несколькими десятками патронов. После чего он, нет, не умирает, просто выдыхается. Не, ну чел живучи, мое почтение. Даже не знаю, как такого вообще можно убить. Разве что одеть в нелепый громоздкий костюм местного любимца детворя капитана Бейсбольной Биты, набитой взрывчаткой. Да и то не факт, что он умрет. К тому же, кому в голову придет настолько нелепое дерьмо? Ну и по итогу этого увлекательного приключения Винни направляет нас искать Люпина в принадлежащем ему клубе Рагнарёк. Или, как его называют актеры русской озвучки, Рагнарёк. Люпина в ночном клубе, в клубе Рагнарёк. Ну и самые образованные геймеры-джокеры уже заметили некую тянущуюся через сюжет двусмысленность. Валькирин, Рагнарёк. К чему-то это должно вести, но я, знаете ли, не сильно об этом шарю. Я фанат слабяно-сиродильских вет. У меня другая цель — управлять силдстрайдером. Клуб Рагнарёк оказывается местом довольно стильным, да и встречаю тут вполне себе тепло. Однако, чем дальше влез, тем больше мы понимаем, что хозяин этого места — человек дикий. Стол был испещен мистическими надписями, сделанными кровью. Имена демонов и тёмных богов были перечислены без всякого порядка. Сначала простой паренёк Джек Люпина, рыжий и длинноволосый капа местного дона итальянской мафии семьи Пунчинелло, просто увлёкся лором Элдер Скроллс, но постепенно начал переходить на более опасное дерьмо. Книги с пентаграммами на обложках на оккультные и инфернальные темы соседствовали с фильмами ужасов и досками для ролевых игр на ту же тему. Единственное, о чём я мог думать серьёзно в этой комнате игрушек, было то, что Люпина воспринимает это очень серьёзно. Говард Варкрафт, удар сиродильских богов, прикол из кайримских мудрецов и пошло-поехало. Нагромождение бессвязно смешанных в одну сдобренную пристрастием к валькирину оккультную кучу спекло мозги несчастного. И он начал свою лорную войну. С криками, что Elder Scrolls 6 будет проходить в Фералдене, он нападает на нас, не забыв украсить поле боя кучей миньонов в стильных кожаных плащах. И спустя пару тонн, потраченных на них на всех патронов, юный лоровед нехотя отправляется в Обливион, хоть и отправить его туда стоит больших трудов. Elder Scrolls Но не так страшен накачанный веществами лоровед, как женщина. На сцене появляется Моносакс, так сказать, фем-фаталь, ваш бухло-отравляль. Появляется она буквально на пару сцен для галочки, потому что, видимо, любой истории с креном в нуарной дебри нужен женский персонаж, который вроде как и симпатизирует протагонисту, а вроде как и вредит, а вроде как и жена мертвая, писька чешется, может что-то да выйдет. И так как одинокий мужчина в самом соку это легкая мишень для любой женщины, и чем дольше длится одиночество, тем меньше требования, а Макс без жены уже три года, происходит симп-момент, и Макс легко поддается на бокал говна. Да, она заказала бокал говна. Хуже этой ситуации только разве что ее актерская игра. Со мной легко договориться. Да ты просто ангел, Макс. Напиток был неплох. У него был сладковатый медовый привкус. Ничего личного. Просто я не могу допустить, чтобы в очередном припадке яйца ты просто выявил мизу. Когда Макс вырубается, а происходит это с завидной чистотой, он погружается в творящийся у него в голове. Ужас. Травмирующее прошлое, понятное дело, покоя не дает, и каждый раз он по кругу возвращается в один и тот же кошмар, где он возвращается домой и никак не может дойти до комнаты, где кричит его жена. Коридоры превращаются в лабиринт, а порой нет ничего, кроме кровавой полосочки. А правильный путь нужно находить, ориентируясь по клачу жены или ребенка. Вкупе с замедленным движением Макса, от которого создается впечатление, что воздух вокруг стал гуще и мешает продвигаться быстрее, создается крайне убедительное ощущение, что ты действительно находишься во сне. Раньше надо было думать, когда ты там спать улегся рядом с любина. Я скучаю по подобным вещам. Третий Макс, например, просто забил на эти элементы погружения в сознание протагониста. А жаль. А может это и к лучшему, так как координировать себя в этом тягучем замедленном управлении порой непросто и есть все шансы свалиться или не допрыгнуть, что довольно больно. Даже несмотря на то, что мы находимся не в реальности. А реальность, как оказалось, бьет похлеще любого сна. Пока Макс спал... Его вещи постирали. Его перетащили в подвал отеля, в котором мы наводили суету, и мои слова о спортивном инвентаре, как оказалось, были не так уж далеки от истины. Меня зовут Фрэнки Ниагара. Или бейсбольные биты, это уж как хочешь. Плес, стоп! Ниагара, это потому, что ты любишь слезы лить? И вот за что еще сонный сегмент охота похвалить, так это за то, что в процессе его нахождения мы мельком слышим то, что происходит по-настоящему, но до конца не понимаем, часть это сна или что-то из реального мира. Тоже очень хорошая и реалистичная деталь. Но Максу не до деталей, так как его потрёпанные от постоянных падений в замедлении головой пытаются выбить хоумран Моя ошибка была не в том, что я смеялся над этим бейсболистом, он избил бы меня в любом случае Ошибка была даже не в том, что я доверился этой красотке с пистолетом Нет, братан, доверяться женщине это всегда ошибка, тебя в интернетах уважать перестанут и будут симпом обзывать Давай-ка перерахнём немного, я бы выпил чего-нибудь холодненького, если не возражаешь Ты не беспокойся, я скоро вернусь, и мы закончим разговор Итак, Макс освободился, но нам от этого не легче Управление передают в наши руки, а из орудий самообороны у нас только бейсбольные биты Ситуация хуже некуда, но не для Макса И несмотря на то, что мы навели на этой улице порядочно шороха, а СМИ так и трубят о том, что надо срочно поймать Макса Пэйна Мы не встречаем ни одного полицейского Они оставили ленту на входе в отель, даже транспорт любезно оставили, чтобы перегородить нам дорогу, но их самих и след простыл Как объясняет нам Макс Люди в форме пришли и ушли Логично Но не ушли бандюги Они мало того, что вполне себе чилят в опечатанном полицейской ленте из здания и отеля, так ещё и отраившую нас мадам в плен взяли Полуумная кошка Ты бы слышал, как она орала, как ребята её схватили Пыталась прикончить донок Прикинь Да? Вот чёрт Ну что, доигралась, барышня А начала бы с нами сотрудничать, всё было бы... А, ну да, мы помним, как заканчивается любое сотрудничество с Максом Правильно сделала, получается Но Максу местные сценарные особенности невдомёк, у него другая цель – бороться с наркоборыбами Победив Джека Люпина, Макс решил, что надо брать выше и пойти встретиться с самим Доном Пунчинелло Вы можете почесать репу и сказать Господи, какой же бред, чел просто хернёй страдает и лезет в лоб вместо того, чтобы реально выстроить нормальный план Понять ситуацию и действовать более умно В реальной жизни его бы убили ещё где-нибудь в метро Но игра заранее продумала все свои слабые стороны, касающиеся повествовательной части Так что закадровый голос Макса сам иронизирует над этой особенностью сюжета А значит, это не считается и смеяться над этим вне закона Я как идиот начал охотиться за первым плохим парнем из своего списка А нужно было сразу метить выше у главой семьи Пунчинелло Так что, разобравшись с обидчиком в том же баре, в котором мы расправились с мужиком со спущенными штанами И просто выполняющий свой профессиональный долг женщиной Макс не особо понимает, что ему дальше делать Но добрые сценаристы подкидывают ему на удивление удобное знакомство с Владимиром Лемом Который с Пунчинелло чем всячески воюет Так что неубиваемый прыгающий в замедлении коп, прущий напролом и убивающий все, что в него стреляет Показался ему подходящим для дальнейшего сотрудничества молодым человеком Ему дай направление, и он попрется в лоб, раскидывая врагов в слоумоушене И что самое удивительное, останется в итоге жив Так он и поступает Я собираюсь сделать тебе исключительно заманчивое предложение У меня был приятель, Борис Дайм Он выполнял кое-какие поручения Он капитан грузового корабля Харон Недавно он переметнулся на сторону Пунчинелло Корабль полон компьютеров, оружие моего товара Верни мне корабль Можешь мимоходом впустить пару пуль Дайму в голову, я не возражаю Ну как, берешься? И Макс соглашается Такой сценарий грех не разыграть Да, коп, которого буквально вначале сравнивают с бойскаутом Соглашается на фактически заказное убийство Этим мы и займемся в ближайшее время Сначала безжалостно расстреливаем портовую охрану Идем по длинному портовому лабиринту Попутно устраивая так любимые нами геноциды разруху Но самое веселье начинается Когда мы находим снайперскую винтовку Прицельная стрельба из которой Это просто балдеж Потому что каждый меткий выстрел по врагу Сопровождается летящей за пулей камерой Позволяющей в большей степени Насладиться метким выстрелом врагу в хлебалище Ремеди даже из такой банальщины Как миссия в порту Могут сделать веселое приключение Что за талантливые молодые люди В конце мы безжалостно мочим Этого симпатичного молодого человека И в награду Вован разрешает набрать на корабле Всякого добра И такой Блин, Максимка, спасибо, что убил для меня кучу людей А Макс такой Да ладно, всегда в радость Это может быть началом прекрасной дружбы Ну и Пунчинелло такое явно не устроило Поэтому он зовет Макса Пэйна на тарелку спагетти в свой рестик Добро пожаловать в мир роскоши и эксклюзивного сервиса Где мы встречаем гостей на высочайшем уровне Прошу за мной И выдохнув после такого опасного занятия Можно отдышаться и заняться чем-то менее напряженным Например, убийством людей Вовщик любезно подвозит нас до хаты Пунчинелло Почему мы сразу туда не направились непонятно И оставляет нас заняться тем, что получается у нас лучше всего Играть на пианино Кто-то заботливо оставил дверь открытой И даже убрал охрану Я бы поставил на мону Опять эта выдра Машнит Тут я, омстящий боксер Я должен всех убить Че ты лезешь? Все стоят, а ты лезешь На нашем пути к заветной цели стояли три Пунчинелловских подсоса Трус, Балбес и Арамис Особо ничего они из себя не представляют Хотя перед встречей с ними и нагнетается Что, мол, они просто самые страшные ОПГ в мире Их боялись даже туннельные змеи Актеры, танцующие под равномерное биение собственных сердец С губами красными от крови жертв Но по факту каждый из этих троих Это тот же стандартный моб Но с большим количеством ХП По ходу дела мы находим бездыханное тело Лизы Пунчинелла Причины того, каким боком к этой истории причастна Мона Так как Мона и Лиза Товеньки Сестры-близняшки И Мона Лизу хотела защитить Молодец, ну как Довольна результатом? Тупая шлюха А не травануло бы меня Балтикой-тройкой Все могло бы сложиться по-другому У нас мог бы быть тройничок с близняшками Не стреляй Я же делал только то, что мне говорили Я не мог иначе Она где-то там Наверху в правительстве может быть Я не знаю И вот когда заветный Пунчинеллыч в наших лапах Естественно оказывается, что он был пешкой В дом вламывается толпа агентов Смитов И выпиливает его, чтобы мы не узнали правду Кто же действительно мастер-кукловод в этой запутанной истории И кукловода мы находим буквально за дверью Бросай пушку Не двигаться Игра закончена, Макс Спейн Да, это переигрывающая бабка Звонившая нам в начале Которая, очевидно, ни одного фильма в жизни не видела И не знает, что главного героя нужно убивать наверняка Пока не увидишь лично, что его сердце остановилось Вместо банальной пули в голову Она вкалывает Максу смертельную дозу волькирина Ну да Того самого хрючева, которое делает человека безумным берсерком План, что называется, надежный, как человек-швейцарский нож И так она и оставляет тело обдолбанного Макса лежать, как лежала Ко всему прочему, обозначив, где она будет проводить ближайшее время Чтобы главный герой точно смог ее найти Иначе будет неинтересно Отвезите меня в холодную сталь Мы погружаемся в очередной триповый сон На этот раз с проломом четвертой стены Письмо уставилось на меня В этом неразборчивом почерке было что-то неуловимо знакомое Ты живешь в комиксах, Макс И злым двойником, возможно, олицетворяющим чувство вины Макса за то, что случилось с его семьей Ибо намеки на волькириновые дела уже мелькали до злосчастных событий У меня сегодня на работе такой случай был Пришла странная записка, что-то там про викингов Малыш, мне надо бежать Ты мне вечером расскажешь, хорошо? Но он не обратил на них внимания Как не обращает внимания на своего сына батя Через 15 лет искренне удивляющийся Почему его сын ходит в платье горничной и живет с другим парнем Я это к тому, что прервитесь ненадолго Поставьте видео на паузу Поговорите со своими родными Позвоните маме Спросите, как у них дела И бога ради Отберите у своего сына Батплак, который он прячет в боковом отделении рюкзака С которым ходят на пары Я серьезно, это не игрушки Холодной сталью именовался завод, на который мы элегантно на стелсичах проникаем Ну а дальше подрубается старое доброе ультранасилие И чувствующий себя выжатым лимоном после наркотического припадка Макс То и дело, не пренебрегающий случаем пожаловаться, как же он плохо себя чувствует Разваливает толпы спецназа и проникает в самое сердце завода И если заводы реально такие веселые, очень жаль, что я в свое время туда не пошел Тебя катают на тележке, повсюду взрывающиеся лазеры В любой уважающей себя постройке смутной истории должны быть такие А иногда хер пойми, что делать Но ловкий выстрел в маленькую писюленку Найти которую это тот еще пиксельхантинг Любой Шерлок бы охерел И вуаля Хотя, конечно, серые металлические однообразные локации еще в порту начали надоедать Где мои любимые притоны с наркоманами и шлюхами? И вы вот спросите, что это за шарикоподшипники такие крутые тут производят Что здесь только охрана и взрывающихся лазеров А я вам, как это у нас водится, отвечу Что дело не в том, что в нем, а в том, что под ним А под ним находится киберпункт, хай-тек лаборатория Где и был выведен тот самый Валькирий Я увяз в самом центре этой смертельной пауте Да не ссы, нормально все И несмотря на то, что при проникновении Макса в лабораторию Спецназ и люди в черном начали успешно все зачищать Зачищали они явно не там Вы не можете Мои люди еще здесь Ты не знаешь, почему эта операция называется слепой? Не думаю, что мертвые хорошо видят Ладно, начали Ибо Макс на своем пути обнаружил даже незапароленный комп со всеми секретами Валькирин был препаратом, который собирались использовать для военных целей Чтобы с помощью него повышать боеспособность и боевой дух солдафонов Но результаты были неудовлетворительны и проект закрыли Однако кое-кто решил продолжать эксперименты нелегально И чуваки, это же буквально сюжет первого спайдермена от Рэйми И учитывая, что Макс вышел на год раньше А впрочем, выводы делайте сами Потому что я их не придумал По какой-то причине в ходе эксперимента было решено Подопытных торчков вывести в свет И посмотреть, как они поведут себя на людях Что и привело к тем самым событиям в доме у Макса По крайней мере, тут так написано На деле они были подосланы специально Потому что жена Макса что-то об этом деле прознала И... Какой же, сука, бред, скажете вы И будете абсолютно правы Этот сценарий писал сумасшедший А что если сделать игру Где ты типа Мстящий коп в замедлении И вокруг везде отсылки на скандинавскую мифологию Будет одноглазый дед типа Один А Макс это типа Кратос из перезапуска Иди лечись, поехавший В любом случае Сдобрить неануарную историю Про мстящего копа такими атрибутами Как дорогущая сверхсекретная лаборатория Больше подходящая под какой-нибудь шутер про инопланетян Неспроста тут можно найти коврики Для мышки с дюком Нюкемом Это решение либо очень крутое Либо очень бездарное, решайте сами Я изначально и проявил интерес к Максу Потому что вместо очередного фантастического Мочилова с монстрами Нам предлагалось поучаствовать в Мочилове более приземленного характера Мы не спасали галактику А пытались спастись сами Параллельно распутывая криминальный клубок Нью-Йорка В играх подобного как-то вот мне кажется не хватает Нас либо все время в средневековье тащат Либо в будущее И еще мне кажется такую лабораторию С сенсорными панельками, агентами, смитами И системой самоуничтожения Очень дорого содержать За какие деньжища она свое варево продает Если у нее хватает денег на эту лабораторию Нормальный такой небоскреб, босса, вертолета Да всем насрать убей уже кого-нибудь Лаборатория самоуничтожилась Забрав с собой все улики и наводки И от нечего делать Макс решает грохнуть того самого ПП Который подставил Макса и убил Алекса Потому что в любой уважающей себя детективной истории Должен быть предатель Даже если мы его до этого ни разу не видели И введен он был просто чтобы устроить с нами Перестрелку на парковке Зазвонил телефон автомат После этого с Максом связывается некий Альфред Уоден Одноглазый, неспроста кстати дед Который позванивал ему всю дорогу Но особо ничего ценного не говорил Но в этот раз он зазывает его В самый настоящий Асгард Билдинг Там он рассказывает Что Николь Хорн Та самая женщина Засадившая Максу Шприц Со своими валькириновыми многоходовочками Настолько влиятельная Что держит половину Нью-Йорка И надо чтобы храбрый воин Эту Гаргону усмирил Я думал Тут скандинавская мифология А теперь еще и будет греческая Не души И потом сделаем софт-ребут Боги Асгардов Такие дела вмешиваться не могут А мы видимо можем Так что Макс идет надирать Финальную жопу этой истории А взамен Уоден обещает Договориться с властями И не набутылить Макса За тот погром Что он устроил по пути Чтобы нам не было скучно В здание вламывается спецнас Но Макса уже не до этих детских игр У него другая цель Нагнуть бабку Главное правило Когда охотишься за кем-то И хочешь его убить Это не питать к нему Личные неприязни Впрочем, чаще всего Это не получается Не получилось и у меня Поднимаясь по этому небоскребу Так и тянет прочитать Какой-нибудь стишок Про лесок, колосок И прочую дресню И чтоб фоном еще Русский рок играл Но, к сожалению У меня есть чувство вкуса Так что вместо этого Я просто пущу вам Немного постпанка Разумеется Тут мы натыкаемся на Мону Но ненадолго И умирает она настолько сильно Что через пару минут Ее тело исчезает А мы, пожав плечами Идем дальше Какой дебил Поставил сюда Эти лазеры Вам вверх Или вниз А вы неразговорчивый Конец близился И отсрочить его не могли Ни агенты Смиты Ни надоедливый Неубиваемый вертолет Ни неубиваемая Николь Хорн По которой Макс задел Пулей в катсцене Что судя по всему Не предполагалось Но все равно смешно Итак Мы на крыше Николь собирается Трусливо свалить От нас на вертолете А посреди всего этого Стоит хреново закрепленная Не особо желающими Исполнять свою работу Тросами Антенна Делаем раз О, снайперка Делаем дваз Если не успеем Наблюдаем смешную катсцену А если успеваем То месть свершилась И мы молодцы Субтитры сделал DimaTorzok Это было бы громко Надеюсь гражданские Не пострадали Иначе к нашей Тысячи лет срока Прилетит еще парочка Вот как надо мстить Дура беспалая И только под конец До Макса Добираются полисмены Садят его в машину А Максу нормально Мои призраки Наконец-то Прекратили меня преследовать И судя по выжившему В перестрелке В Асгарде Хитро улыбающемуся Альфреду Уодену Стоящему в толпе Набутылят Максимку Знатно Ну что ж Игра пройдена После прохождения Нам подгоняют новые сложности Режим время не ждет Но Я слишком устал Чтобы продолжать Пора подводить итоги А итоги очевидные Игра пушка Геймплей это квинтэссенция Абсолютного веселья Играть так же весело Как и раньше В отличии от той же ларки На которую разрабы Макса В некоторой степени ориентировались А фишка с замедлением Так же проста Как и гениальна До сих пор не видел в шутерах Ничего более приятного Чем раздавать свинцовый дождь В слоумоушене Слышал кстати Вроде как Что если много умирать То игра становится проще Подстраиваясь под твою криворукость Это объясняет Почему я смог ее пройти В далеких криворуких Подростковых годах Но сейчас умирал Не сильно много Кстати Так что перемену В искусственном интеллекте Врагов особо не заметил Графин Да насрать вообще Смотрится хорошо И без скидок На возраст и бюджет Тут фотореализм Оказался к месту И зарешал Если не смотреть На руки персонажей Комиксовые вставки Красивые Стильные Ни разу не бьют По погружению Или повествовательной части В отличии от попыток В нечто подобное У многих других разработчиков Пытавшихся применить Подобный прием Для экономии средств Все Вот все в этой игре Хорошо Вот все в этой игре Хорошо Что же в ней плохо Да ничего Игра идеальная А кто нашел минусы Тот не прав И отписан от геймеров Джокеров Не ну не знаю Сюжет местами бредовый Местами невнятный Но он хотя бы есть И ему уделено Порядочно времени А не пара абзацев В мануале 2001 год Все таки на дворе Варится по повествовательной части А нет Рассказали увлекательную историю Просто так сделали Ни копейки не взяли Да и бредовость Если честно Не мешает особо Всяко лучше Чем если бы совсем В приземленность какую-то ушли Это такой знаете Боевик из 80-х С примесью начала нулевых Неубиваемый главный герой К которому плевать на все Раскидывает неисчислимое количество врагов Но делает это стильно Как в какой-нибудь матрице Только без рукопашки Даже агентов Смитов завезли Радует Что несмотря на попытки В неануарную Атмосферу Главный герой Не унылая тряпка Он хоть и приуныл От смерти своих близких Но все еще трепыхается Шутки шутит Ну и ухмылочка Эта легендарная Как же внешности Сэма Лейка Не хватает в следующих максах Некоторые уровни Кажутся немного затянутыми Но игра все равно Не особо длинная Так что устать не успеваешь За пару вечеров Зайдет на ура Еще добавки попросишь Благо добавки хватает Игра обзавелась Аж двумя продолжениями О каждом из которых Будет интересно Поговорить в будущем Ибо мнения о них у многих разные Особенно относительно третий А если хотите попробовать Эту легендарную игру Но все еще не обзавелись 3D ускорителями Можете опробовать Версию для геймбоя Или порт на мобилке Главное Не играйте с русской озвучкой Как это сделал я Для большего комического эффекта Объяснять почему Мне кажется Не надо Не нужно отвечать Это риторический вопрос А вот что надо Так это ждать новых видео На канале Кэптен Роттен Вкусить плоти падших ангелов И ни в коем случае Не смотреть тот фильм С Марком Уолбергом Чао, пока Субтитры сделал DimaTorzok У меня жена павелла Зачем ты ко мне пристала